Всем привет друзья, на связи я Дима 2DQ и свежий выпуск новостей музыкального оборудования от MusicMagTV. Начнем сегодня как обычно с железа, но первым девайсом в нашем списке станет вторая версия портативного пэдового сэмплера AKMPC Live 2, незаслуженно забытая мной в прошлый раз. В обновленной версии MPC Live обзавелся встроенными в передний торец мощными мониторными колоночками, а также новыми кнопками для быстрого доступа к важным функциям и набором CV-гейт-выходов для подключения синтезатора к Еврорек-системам. Что касается кнопок и CV-гейт-разъемов, то здесь все более-менее понятно, а вот по поводу колоночек расскажу немного подробнее. Никаких спецификаций насчет встроенной в Live акустики компания AK не дает, однако независимые журналисты и тестеры, которые уже успели поближе познакомиться с машиной, утверждают, что встроенные акустические системы выдают по-настоящему мощный и яркий звук с хорошим низом и при этом обладают достаточно приятной стереокартинкой. В общем, судя по всему, колонки там действительно хорошие, но с учетом того, что на борту есть еще и встроенный перезаряжаемый аккумулятор, новый MPC Live 2 и вовсе превращается в эдакий гуляй-комбайн, пригодный и для уличных баттлов, и для стрита в электричках, и, конечно, для серьезной работы в студии. Стоимость нового аппарата при этом оценивается в 1200 долларов, но продажи девайса должны начаться уже в ближайшее время. И еще одна незаслуженно пропущенная мной в прошлый раз новинка – симпатичный клон легендарного парафонического аналогового синтезатора Cork Monopoly от дядюшки Ули. Стоимость клона и дата старта продаж нам пока не сообщаются, однако посмотреть на синт и послушать его можно уже сейчас. Ссылка на полную версию этого ролика будет ждать вас в описании. Ориентировочная цена новинки при этом, которая называется журналистами, составляет 650 евро. На этом новости от Behringer не заканчиваются. Как вам, например, вот такая картинка, недавно опубликованная на одной из Facebook страниц компаний. Никаких пояснений к этому рендеру не прилагается, кроме воодушевляющих фраз, что мол, ну ребята, теперь мы не только аналоговыми синтами заниматься будем, но и начнем работать над всякими диджейскими штуками, так что призываем вас помогать нам советами и пожеланиями. И так далее в таком же духе. Ссылка на оригинальный пост будет в комментариях, если вам интересно, то присоединяйтесь. Но что касается самого рендера, то здесь нам явно демонстрируют что-то вроде пэдового сэмплера, то есть нечто в духе того же самого Akai MPC. Судя по изображению, готовящийся аппарат будет оснащен 16 пэдами, отдельными аудиовходами для прямого сэмплирования сигналов, сенсорным экраном и, что особенно любопытно, режимом эмуляции 12-битных ЦАП, который, судя по всему, позволит подражать звучанию таких легендарных монстров, как SP1200 или, например, Akai MPC60. Впрочем, на данный момент вообще непонятно, пойдет ли джем в серию, и даже если и пойдет, то наверняка по мере создания девайс будет сильно меняться. Повлиять на сей процесс, кстати, можем и мы с вами. Кто из вас там хотел клон октатрек от Ули? Короче, вступаем в фейсбук-группу Music Tribe и напрямую пишем инженерам, чего нам с вами от них хочется получить. Прервемся на небольшую новость от шоурумов Синтезариум. Рад сообщить вам, друзья, что к нам на всех парах несутся долгожданные самосборные модульные системы Teenage Engineering Modular, которые очень скоро можно будет купить или просто прийти потыцкать, так сказать. Подробно рассказывать про эти машины я пока не буду. Если не в курсе, что это такое, то просто посмотрите мою презентацию с прошлогодней Супербус. Ну и, конечно, напомню, что для зрителей нашего канала у меня имеется еще и специальный промо-код, используя который вы сможете приобрести любое оборудование, включая и новенькие тенейчерские модуляры, конечно, по специальной сниженной цене. Узнать цену на девайсы вы можете в углу видео, ну а мы двигаемся дальше. Ну а дальше у нас еще одна важная железячная новость. На днях независимые разработчики В. Ядли и Джастин Валер выкатили мощное обновление прошивки для снятого ныне с производства и уже ставшего классикой игру в бокса Machine Drum от Electron. Обновление, получившее порядковый номер 1.71, не является официальным, так что устанавливать его придется на свой страх и риск. Однако содержимое апдейта этого самого риска явно стоит. Основным нововведением здесь стал полностью переработанный миди-движок под названием Mega Command, который позволит Machine Drum куда удобнее и гибче взаимодействовать с другими подключенными к нему устройствами. Пример такого взаимодействия от австралийского синтезаторного энтузиаста Ascetic вы можете видеть на экранах. Как видите, Machine Drum здесь превращен в полноценный такой 16-голосный дрон-синтезатор, управляемый с помощью внешнего синта, в данном случае это аналог KISS. Используя Mega Command, вам больше не придется вручную настраивать высоту барабанных генераторов, говорит Ascetic. Все это теперь здесь делается автоматически и управляется с помощью любой миди-клавиатуры. В качестве генераторов в этом видео, кстати, автор использовал 16 одинаковых машин FM Drum, присвоенных каждой из дорожек Грувбокса. Ну а для одновременного контроля параметров всех 16 движков, в новой прошивке есть и дополнительная функция Control All. В общем, новая прошивочка выглядит действительно интересной и вдохновляющей, так что я рекомендую познакомиться с ней всем владельцам Machine Drum. Далее переходим к новостям софта. Здесь, пожалуй, стоит начать с нового софтового синтезатора OBX-A5 от Arturia, про который я уже, в общем-то, рассказывал. Если вдруг пропустили видео, то ссылка будет в углу. И, в общем, если говорить кратко, то новый OBX-A это полноценный аутентичный клон одноименного аналогового синтезатора от Aberheim 1980 года выпуска, который, кстати, кто только не использовал в свое время, от Van Halen до Van Gelis. Синт прекрасно подходит для создания жирных объемных пэдов и брасов в духе 80-х. Но помимо оригинальных возможностей классического Aberheim, софтовая версия от Arturia включает 4 дополнительных модулятора, арпеджиатор и секцию эффектов. На данный момент синтезатор можно купить только отдельно, по стартовой цене в 149 долларов. Однако, по заверению специалистов Arturia, новый OBX-A обязательно войдет в следующий по счету пакет синтов V-Collection под порядковым номером 8. Но некоторые пресеты синта можно будет найти и в плагине Analog Lab. Далее несколько любопытных софтовых обновлений. Во-первых, это новая версия FL Studio под номером 20.7 с целой кучей изменений и нововведений. Здесь теперь вы найдете инструмент для создания видеоряда и управления световыми приборами, новые возможности редактирования MIDI-скриптов для контроллеров, обновленный движок аудио-варпинга и многое другое. Во-вторых, нам с вами недавно презентовали новую версию нашего любимого плагина для коррекции вокала Melodyne 5 с лучными алгоритмами, которые научили разделять тональную и шумовую компоненты вокала и тюнить или варпить их по отдельности. И это, естественно, не единственное улучшение. Например, здесь появилась возможность редактирования фейдов нот, дорожки, показывающие тональность и аккорды трека и другие приятные доработки. Ну а третьим в очереди стало обновление софтового модуляра от Cherry Audio. Вольтаж-модуляр, заполучивший порядковый номер 2, стирает все возможные ограничения железячного пэтчинга. Теперь к выходам и входам здесь можно будет подключать сколько угодно виртуальных кабель. Многие модули были полностью переработаны, появились новые модули, возможность рандомизации настроек и так далее. И, наконец, в четвертых, обновление коснулось первого в мире магазина треков, предназначенных для сэмплирования под названием TrackLib. Теперь получить доступ к тоннам реальных записей, которые можно будет легально сэмплировать, можно уже по подписке, стоимостью от 6 до 30 долларов в месяц. Цена при этом зависит от пакета треков, которые вы сможете за этот самый месяц скачать. Есть здесь и двухнедельный триал с возможностью скачивания до 7 песен. Впрочем, имейте в виду, что за получение официальной бумажки, подтверждающей ваши права на использование этих самых треков, в любом случае придется платить отдельно каждый раз, но и обойдется это все уже значительно дороже цены подписки. Далее два интересных новых барабанных плагина. Первый называется Backbone от компании Штейнберг и представляет собой что-то вроде гибридного синтосэмплера для работы с ударными. Сами штейнберговцы называют используемый ими алгоритм ресинтезом. На практике это обозначает возможность смешивать слои перкуссионных сэмплов с разной пропорцией, а также пропускать их через различные алгоритмические преобразователи, стандартные субтрактивные модули, эффекты и так далее, получая новые неожиданные результаты. Все это в общем-то я уже видел во встроенной библиотеке того же самого Ableton, но там такие комплексные девайсы придется буквально из кирпичиков самому собирать, а тут уже все готово, бери и пользуйся. Вот только цена на плагин кусается, стоит он аж 150 долларов. Второй плагин Drum Replacer от UVI предназначен для того, чтобы заменять любые барабанные звуки на другие звуки, уже кстати не обязательно барабанные. Причем работает это все прямо в реальном времени, что открывает довольно интересные возможности. Вы можете, ну например, играть палочками для суши на стаканах с водой, а на выходе получать звуки фортепиано. В студии можно, например, брать винтажные барабанные петли и менять в них, грубо говоря, барабанные пресеты, оставляя сам ритм нетронутым. Можно тригировать ударные, подмешивая к записанной партии новые сэмплы и так далее. Короче, плагин реально интересный, но вот даблер студио кит, который на лету умеет превращать ваш битбокс в 808 бит, например, ему, конечно, не переплюнуть ни при каких обстоятельствах. Однако же Drum Replacer и стоит куда дешевле, всего 60 долларов. Ну и кстати, друзья, раз уж я упомянул Ableton, то, пожалуй, напомню и о том, что мой собственный онлайн-курс по основам работы в этой программе будет доступен по специальной сниженной цене еще всего 3 дня, то есть до 1 июня. Если интересовались курсом, самое время присоединяться. Мы изучаем не только Ableton, но и базовые понятия теории музыки, ритмики и аранжировки, а все домашки я проверяю лично и сам даю свои рекомендации. Ссылка на подробности будет ждать вас в описании. И напоследок пара отличных бесплатных плагинов для самых терпеливых. Во-первых, до 5 июня вы сможете бесплатно скачать стартовую версию знаменитого мастерингового плагина изотоп Ozone Elements. Для этого достаточно завести аккаунт на сервисе Splice. Ну и второй крайне приятный подарок от компании Valhalla DSP. Это пространственный эффект под названием Valhalla Supermassive, представляющий собой что-то среднее между ревербератором и дилеем, которое можно, условно говоря, мешать друг с другом в любой пропорции. Ссылки для скачивания упомянутых плагинов будут ждать вас в описании. Ну а я на этом с вами прощаюсь. Если вам понравился выпуск, не забудьте поставить палец вверх, подписаться на канал, чтобы не пропустить новые выпуски и обзоры железа, и, конечно, оставить одобрительный комментарий. На связи, друзья, теплой весны, хорошей музыки, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok